привет привет мои дорогие друзья с вами ян пучков этот дождевой фронт я короче от самары наверно километров 230 я выехал в алказию на юг короче туда к черноморскому побережью мы должны встретиться с товарищем около самары там будем ночевать палатками но я что-то поздновато выехал отправлял всякие багажники до чуда работал уже дали уже давно в пути вот и сейчас дождь накапывает я пока до конца не вымок хочу одеть одежду потеплее и более хорошую защиту кожаные штаны одену куртку такую термокурточку от дождя я уже сегодня вымок под дождем уже высох но опять не хочу вымокнуть еще раз сейчас оденусь ничего не снимал ехал вот сегодня надо успеть на ночевку встать встанем там может что-то покажу ночью на дворе пёс в конуре птичка кричит кукаре окошки у меня на мотоцикле спят оказывается нашли себе место блин от дождя спрятались она пусть сидят только бы когти не точили всю ночь спал тут видимо дружочек то маленький ой такой сладкий а как ты сюда залез удобно тебе тут очень кормить поди надо ладно сидит там дождь идет куда пошел капец ну и дождь я так не поеду наверное ведь еще стою под самой водой она у меня чехол а там котенок спит ты чего вышел то тебе нельзя вовнутрь ведь не балбесик маленький ну начинается ну и ну и Тут как прямо в ресторане, какие яички с перчиком, блинчики. Со сгущенкой и со сметаной, как я бы просил. Еще мне принесут сейчас лапшу, суп лапшу. Хочу горячего. Это тут все красиво, я бы сказал. И суп пахнет намного лучше, чем в прошлой кафешке. Пахнет прямо домашним бульоном. Сейчас попробуем. Перекатил мотоцикл, а то все на него лилось с крыши. Надо собираться потихоньку, но дождь не прекращается. И достаточно сильный дождь идет. Я его перекатил вроде вот под козырек. Сейчас я сходил позавтракал. Обещают, что будет снижение дождя немножко. Он утихнуть должен, но небо вообще ничего такого не предвещает, конечно. Вроде там вот что-то какой-то край тучи видно. Ну, у меня тут пассажир новый появился. Он так и не хочет отсюда уходить. А где он, кстати? Был ведь? Убежал, видимо. Вон он где, оказывается. Ну, что, балбесик, ты же местный, я тебя не могу с собой взять-то. Он тут у меня посиделся в мотоцикле. Котеныш. Сейчас будет целоваться, обниматься. И на меня полезет. Нет, иди к своим. У вас тут много. Котика выбрал мой мотоцикл. Все здесь и шивается. Ну, что, надо все равно немножко ждать. Вон, какой-то просвет появляется там. Ветер вроде бы оттуда тащит. Так что тучу должно убрать сейчас. Вот. И надо было собраться и ехать. Вот туда ее уносит. А там юг. Это мой номер. Удобная кровать, хорошо. Я спал, но подушку свою использовал. Распечатал, которую взял из дома. Сейчас выпью таблетки, да то да все. Дождь немножко потише стал. Всякие лекарства, витамины выпью и поеду. Замок цепи надо проверить. Все, никак не могу на него посмотреть, где он вообще. Надо покатать мотоцикл. Где он там? Это товарищи Тольятти. Сейчас я поеду через реку Волгу. На Сызрань. Дорога шикарная, конечно. Доминарка бежит, замочек у меня на месте. Слава богу. Не люблю, ребята, просто пилить, 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 пилить без остановки, пока не отвалятся руки, ноги, попы и все такое. Остановился, заправился, полбака у меня еще есть на татарской заправочке. Хороший бензин у них от нефти. Сейчас зайду, еще может какой-нибудь гамбургер слопаю. Посмотрим. Доминарчик у меня есть грязный, после дождя цепочка в норме. Ну, ее, конечно, смазать бы не помешало уже. Но я где-то остановлюсь, может побрызгаю туда маслицем. Посмотрим. На Сызрань я еду. А, Сызрань я проехал. Эта дорога в сторону Москвы, но она, я как понял, в обход на Саратов. Сейчас посмотрю еще карту. Это, ребята, Элеш. Это, ребята, Эчпочмак. А это Вагбалиш. Ну, честно говоря, он мне не понравился. Совсем пережеванная какая-то котлета. Вот эта тема. Очень вкусно. И татарский чай с травами. Вещь. Вот этот от нефти. Так. Уже теплеет. Я подъезжаю к Саратову, может, не знаю, километров 150, может, до него. Может, 100, не знаю. Надо бы цепочку смазать. Выбрал такую площадку. Сейчас тут буду тихонько смазывать сальники сзади. И тихонечко катить, 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 катить. И вот к тому моменту я ее все смажу. Вот. А так вроде все нормально. Масло на месте. Чистенькое еще. Привет, ребята. Вот он я. В общем, я в городе Саратов остановился абсолютно у дороги. Просто в поле. Тут еще рядом кладбище. И потом уже посмотрел по карте. В общем, еду я на море. Да, туда в сторону Черноморского побережья. Изначально мы с товарищем вроде хотели в Абхазию. Вот. Я как бы туда вроде и ехал. Ну, получилось так, что последние дни я долго собирался. У меня много работы было. Отправка всякие. Багажники там и проще. Ремонт мотоциклов еще друзьям. И так далее. В общем. Ну, товарищ у меня выехал в 9 утра или в 10. Я не знаю, в 9, наверное. Я выехал, наверное, в час дня. Вот. Он ушуршал, встал. Первый день. Где он там встал? В Самаре. Где-то там на речке. Ну, я до него уже в ночи не стал ехать. Я и так в ночь уехал под дождем. За 50 километров от Самары я встал, переночевал. Первый день. Потом вроде созвонились, что... В Саратове встретимся. Я выехал уже пораньше. Я уже собранный был где-то в 11. Не знаю. Я сушился. У меня там дождь шел. Дождь, видимо, шел из Самары в сторону моей гостиницы. Ну, и когда все закончилось, я вроде собрался и поехал. Ничего времени особо не терял. Вот. Доехал до Саратова. А товарищ уже, оказывается, Саратов проехал и за 60 километров уехал от города в гостиницу. Вот. А я еще только на подъезде был за 25-30 километров до Саратова. Времени уже где-то 7 часов вечера и уже темнеет. Ну, я уже подумал, что я опять в ночи до него буду пилить. Ну, в общем, нет. Я заехал, купил борща. Вот. 800 миллилитров борща вкусного. Хлеба мне тут 6 кусков дали. Пироженки еще кое-какие купил. Вот у меня две помидорки есть помытые. Вот у меня термос, там горячий борщ. Сейчас я буду кушать. В общем, у нас все-то не получается состыковаться с товарищем. Я изначально думал, что поездка будет вообще вместе. Но вместе у нас ничего не получается. Он все пилит и пилит. Все дальше и дальше. Получается, что я его все время догоняю, догоняю. Какая-то гонка. Ну, я так понял, человеку не особенного. Должно ехать вдвоем. Я-то вдвоем ехал для безопасности. Ну, хотел вдвоем путешествия для безопасности, для интереса. Но вообще вдвоем в путешествии в таком длительном это лучше. Мало ли что случится, действительно. Ну, я так понял, человеку не сильно это важно. И ему лишь бы только придерживаться собственного графика. Вот. Изначально мы вообще хотели ехать компанией. Три мотоцикла и машина. Получилось так, что третий мотоцикл и машина, они вообще за один день чуть ли до Саратова не хотят долететь. На храпом, короче, с утра выехать и к вечеру уже приехать. Рано утром выехать и к позднему вечеру приехать в этот Саратов. Вот. Товарищ у меня, с кем я должен был на мотоцикле ехать, его это не устроило так ехать. Его вот что-то промежуточное устраивает. А я для него слишком поздно выезжаю. Ну, у меня вот такой пока график. Я все-таки люблю отдохнуть и покушать с утра. И ни свет, ни заря, ни, как говорится, не отдохнувшие ехать я не хочу. Мне тоже требуется отдых и так далее. Ну, тем не менее, я сегодня ехал нормально, я не тормозил особенно. Только пару раз покушал. Вот. Ты доехал все-таки до Саратова, но товарищ уже усвистал дальше на 60 километров. А это в ночи ехать мне зачем это надо? Чтобы догнать и чтобы что? Я не отдохнул в итоге. В общем, и те ребята ждать не стали моего товарища, и мой товарищ меня не ждет, грубо говоря. Так получается. Может, какие-то мысли у него свои собственные на этот счет, но я путешествие вдвоем с напарником как-то по-другому представлял. То есть, а смысл так вот пилить по двум параллельным дорогам? Я с правой стороны Волги, он с левой. То есть, он с правой стороны Волги, я с левой стороны Волги. И мы вот так вот едем и не встречаемся. Зачем это все надо вообще? Проще тогда действительно ехать одному, ни на кого не надеяться. Вот в путешествиях так бывает. Совместное путешествие подразумевает все-таки, я думаю... Ну вот, в мотоклубе даже я был, в мотоклубе там всегда вся толпа останавливается и ждет самого последнего. Никогда никого не бросают. У меня даже такое было, что я, грубо говоря, еще только новичком был. Я остановился на заправке, пошел в туалет. Прихватило меня. Я там посидел, что-то так хорошо. Я думал, они все уехали. Потом я уже там посидел нормально, минералочки попил. Такой довольный, выхожу к мотоциклу, у меня вся колонна ждет. Там человек 40. Я говорю, а что вы ждете? Они такие, тебя. Я такой, ни хера себе. Мне так неудобно стало. Ну, как бы я потом узнал, что кодекс-то все-таки байкеров, он такой, что никогда не отрываются люди. Ждут даже самого маленького члена клуба, если ты проспект, к примеру. Вот. Ну и сначала я на боксере ездил, мне рассказывали, что мы все равно подстраиваемся под твою скорость. Подстраиваться под скорость самого медленного. Чтобы быть командой клуба. Вот, о чем это речь. Ну ладно, пусть товарищ у меня едет, как говорится, дальше. Придерживается своего графика, я не против. Я особенно так и не надеюсь на людей там. У меня всегда есть план Б. Ну не всегда, а вот с недавних пор. Я буду придерживаться своего плана. Вот. Будем так обмениваться данными, кто где находится, мало ли чего. Ну что, мало ли чего, у меня вот сейчас ехал я, заправки тут редкие были, причем подозрительные какие-то. Вот-вот бензин кончится, и вот кончится у меня бензин, и что. Так, если бы мы вдвоем ехали, с Avenger хоть слить немножко можно. Или там послать человека за бензином до заправки. Я когда-то один, что ты сделаешь? Ничего. Ну и толку мне, что он за 200 километров от меня никакого. Вот. Короче, сегодня я ночую в поле, там уже темнота, рядом кладбище. Сейчас я буду есть борщ, отдыхать. У меня здесь, короче, неровная почва, но я буду испытывать свой надувной коврик. Где-то он у меня здесь. Вот он. Буду я его надувать. Он должен мне помочь. 8 сантиметров у него высота. Ладно, приятного мне аппетита. Так, всем привет, товарищи. Это утро. 7 часов утра. Ах! На улице Дубак. В палатке Дубак. Как бы у меня горло не разболелось. Надо срочно вставать. Писать. Кипятить чай, согреть, пить. Еще не выходил даже пописать, блин. Сейчас расскажу, как я спал. 9 градусов, это достаточно холодно. Ну, вроде я выжил. Да. Накрылся своей курткой. Фермокурткой. Надо еще сидеть. Второй курткой. Так, спальник у меня этот дохленький. Он на плюс 10. То есть вообще на плюс 20 так-то у него. И плюс 10 это у него такая, лимит. А ноль это вообще экстрим. Вот. На мне термобелье минус 30, минус 20. Водолазка там всякие. Вон флиска еще одета. Ну, короче, пипец. Я, короче, что мне, конечно, спал нормально, но это уже такой не экстрим, но нормально. Коврик себя проявил офигенно вот этот. Шикарно, учитывая, что здесь неровная поверхность. Вообще. Вот если бы мне спальник заменить на какой-нибудь такой из пуха, это вообще было бы шикарно. Там уже солнышко промелькивает. Надо что-то открывать, не знаю. Сейчас я буду одевать свою куртку. Какая-то моль тут забежала. Буду одевать свою куртку. Так, конденсат на палатке у меня. Ой, красота. Замечательно. Ладно, буду тихонько выходить. Надо греть чай срочно. Капец. Ветер. А тут дорога проходит. Я вчера съехал с дороги сколько смог сюда. Сегодня тут вертолет какой-то пролетел. Шумный, шумный. Капец просто. Это мой монцик. Надо срочно закипятить воды. Немножко погрелся в горелку. Спрятался от ветра. Вот тут сижу за мотоцикл. Да. Надо срочно горячего. Но я держусь, чтобы горло не разболело действительно. Холодновато. Холодновато. Плюс 9 это уже такая себе история. Лучше, наверное, в гостинице останавливаться в плюс 9. Но мне это надо было проверить обмундирование, экипировку. Слава богу, что у меня все есть. Я более-менее готов к этому. Товарищи, я был прав. Слава богу, смотрите. Слава богу, смотрите. Китайская защелка на месте. Там слайдер, который я показывал в шорте. Он, короче, цепь к нему очень близко к левому краю. Она бьется, видимо. Там слайдер у Баджаджа странный какой-то. У всех мотоциклов он гладенький. А тут он с бортиками. И, видимо, замком бьется об левый бортик этот. И вылетает замок где-то на скорости. Цепь же там вот так вот всяко гуляет. А я ее перевернул, цепь-то, замком вот на эту, на внутреннюю сторону. И получается, до правого бортика, она, короче, там еще 5 миллиметров. И вот она об него уже, видимо, не стукается. Ну, Баджаджовцы. Я еще поставил ДИТ оригинальный, да? Оригинальную цепь ДИТ. Думал, никаких проблем не будет. Но Баджаж мне преподнес сюрприз. Засранец. Ну, вот пришлось так вот выйти из положения. В общем, догнал я товарища. Вот у него Avenger. Это удочка у него. Удочка. Тапочки и прочее. Чеки собираю. А я ничего не собираю, ничего не считаю километры. Короче, я проехал вот уже на этой защелке. 1100 километров примерно. До Волгограда нам осталось 250 километров, наверное. Подсолнухи кругом, красота, конечно. Неописуемая. Но на GoPro я что-то поснимаю, но буду снимать, наверное, только там уже, на море. А что здесь снимать-то эти волгоградские степени? О, новая резина. Экседра. Мотодальнобой такую все любил. Экседра Макс. Экседра все ставил на свой вулкан. Что-то надо тоже пописать, доехать. Ну, военная Камазово, походу. Какие-то заправщики. Смотрите, какого я жука вытащил из радиатора. Здоровый такой. Он там был. Я в Дубовке. 50 километров до Волгограда. Ничего не видно тут. Ну, там вот Кама. Ой, Кама, говорю. Хе-хе, Волга. Так, это Волгоград. Здесь уже тепло. Надо мне переодеться. Я остановился. Поставить навигатор сюда. Снять все такое холодное. Ну, точнее, теплое. Вот. Одеться полегче. Надо здесь уже около 20 градусов. Вот. Сейчас переоденусь. Водички попью. И дальше поеду. Посмотрю Родину Мать. Вон там она стоит. Вот она. Через нее проеду. Смоленск, Мурманск, Брестская крепость, Тула, Керчь, Новороссийск, Севастополь. Это все города-герои. Одесса, Минск, Киев, Ленинград, Москва. Ну что, друзья, давайте поднимемся. Там вон я оставил у столба мотоциклик. Все поклажу на него прицепил. И шлем, и прочее. Ничего с собой не взял. А что я возьму? Одел кроссовки. Так, за нашу Родину СССР. Да. Вторая мировая, да, конечно, Великое Отечественное, точнее сказать. Это, конечно, по масштабам своим небывалое событие Война. Ого! Какая красота! О, нифига себе! На камере так не видно. Это холм, гора такая. Курган Мамаев. Мамаев, это у нас кто? Хан Мамай. Ой, Хан Мамай. Запнулся. Надо им тут уже ремонтировать плитку немножко. Ноги не поднимаю. О, какая штуковина. Да, на камеру она маленькая. Широко что-то снимает как-то. А сейчас подойдем. Блин, какое монументальное все. Я вот путешествую, проезжал даже тот же Тольятти. Там этот, Волгу проезжаешь, там гидроэлектростанция стоит. Такие краны огромные эти, козловые. Не знаю, как их назвать. Сумасшедшее по своим масштабам строение Советский Союз сделал. Сейчас вот я ничего подобного не вижу, чтобы строили. Ну, Крымский мост, да. Охренеть. Вот эта скульптура. Какая красивая. Да уж. Сейчас подойдем. Сегодня я, видимо, здесь заночую, в Волгограде. Не поеду дальше. Чего уже там? Темнота. За Сталинград. За Волгоград. За Сталинград. Да, этот город был очень важен. Тогда сражение тут было нехило. Сколько тут полегло, наверное, народу. Капец просто. Да я слышал, что Киев, когда освобождал генерал Латутин, вон, что-то 600-тысячная армия у него была, что ли, на один город, на один Киев. Так что не так-то это просто Киев взять было у немцев, отбить. Такой русский солдат сильный, да? Олицетворение, видите? Граната у него, ППШ. Там родина-мать зовет воинов, а он стоит стоять насмерть. Так, продолжим просмотр. Мне тут позвонили. Примут меня в Волгограде друзья на ночевку в частном доме. В общем, это страж. Стоять насмерть, ни шагу назад. Не посрамить, не посрамим. Вот он такой сильный мужчина охраняет родину-мать. Да. За Волгой для нас земли нет. все себе. Какая штуковина. Тут красиво. Да, уж такой монумент воздвигли. В общем, все, это Великая Отечественная война. Я вот сколько путешествую по деревушкам даже, по самым глухим. Ладно, здесь монумент такой на всю Россию. Шикарный, конечно. Это типа крепость разрушенная. Здорово. Охрана. В самых глухих деревушках нет-нет до памятник герою Советского Союза. Знаете, по всей стране это гремело. По всем республикам советским война шла. Да. сейчас уже есть любители поковеркать историю, позабывать все. Советский Союз нам знал, с какой заразой и мерой с какой столкнулся. С фашизмом, с нацизмом. Ну, сколько техники нам оставил. кошмар. Спасибо ему большое. Да уж. Вот это ветер. Надо было микрофон взять, у меня же есть. Ветер бил им в лицо. Железный ветер бил им в лицо, а они все шли вперед. И снова чувство суверен, суверенного страха охватывало противника. Люди шли в атаку, смертны ли они? Да. Какая мощь. Вот это хреновина. Извините за выражение. О, какая красотень. Надо туда забраться. А вот там куда оно у нас? Расечки или нет? Ну, это мертвые солдатики, мужчины и женщины и дети. Мертвые они остались частичкой в нашем счастье жить в мире без войны. Так они нам завещали. они умерли, но остались частичкой в нас для нашего счастья. нельзя чтобы это повторилось я вам точно говорю ребята мало никому не покажется прямо храм мало не покажется это я имею ввиду другие страны нам-то не привыкать за барону страны города 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 Продолжение следует... 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 где еще в какой стране так относится вот советском советском союзе я помню на карте народов советского союза столько их много было национальности и все были советские люди и мы вообще не различали народности все были советские люди сейчас нас опять разделяют разделяют он украина следующий казахстан помяните мое слово когда с украиной все закончится загорится в казахстане там людям расскажут какие они людям расскажут какие они там особенно какие мы плохие все на территории российской федерации после казахстана будет снова какая-нибудь грузия не дай бог белоруссия это вообще конец будет вон и волгоград город но волги вот она волга-то протекает даже не надо в географию смотреть чтобы узнать какая-то река везде есть такие какая она большая меч у нее в руке но когда родина мать женщина берет в руки меч значит ситуация настолько серьезная что ой 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 русскую землю трясли раз постоянно кто-то ее хочет отколупать раздробить разделить а чего-то фон бисморк свое время говорил первый рейх канцлер германии что россию не победите военным путем но поэтому надо говорит дробить делить противопоставлять братские народы друг другу чем и занимается весь западный мир все это прекрасно знают посеял смуту объяснил одному народу что он особенный все раскол повезу шел следующего следующего и так мы слабенькими станем раздробят когда хорошенько тогда уже и танками раздавить можно свободно обалдеть обалдеть какая тут красота сейчас я здесь погуляю пойду к мотоциклу соберусь надеюсь там все мои пожитки на месте я кстати без курточки что-то не взял здесь конечно ветер сильный какой тут бетон использовали да наверное не такой как у меня в гараже на пандус фигню какую-то ну ладно товарищи пойду я обратно впечатляет конечно будь здоров вон оттуда я пришел вон оттуда я пришел да не передает камера там на мече есть отверстие но это сделано чтобы он не свистел на ветру и не в резонанс не входил какая красота как они эту ткань на ее теле слепили я до сих пор под впечатлением вот уж воистину вечная слава только что я узнал подробности о скульптуре родину мать так краем уха где-то 85 или 87 метров общая высота композиции что такое два метра это постамент вот на чем она стоит и 18 метров вглубь уходит фундамент но правильно чтобы ее не перевернула не выкорчевала в земле земле на на 18 метров забетонирована тут 80 не 80 метров может быть кстати поют женские нежные голоса в этом храме настоящий храм поют они об усопших погибших об отдавших свою жизнь солдатах глобальная по своим масштабам короткая по времени но по таким таких масштабов войны еще не было никогда это единственная в первой мировой по моему столько не погибло там там гораздо меньше было скажите кто сколько знает пройду еще раз теперь понятно почему огонь в храме все эти люди были поглощены огнем войны вечным творением сказал ребятам которые тут стоят в карауле что очень впечатляет ну не знаю такие вещи говорят не говорят здесь но вообще-то говорят наверно впечатляет а он орден и ордена орден ленина это орден герой герой советского союза это звезда великой отечественной войны слава октября то не знаю и суд или нет это армия все они тут где там в молдавии потушили вечный огонь чтобы сэкономить да ну вот страны оппоненты которым внушают что все плохо было все плохо у них там было а он тут фашистские вояки хотели увидеть в углу красная армия дала им эту возможность увидели навсегда сохранит народ память о величайшем в истории воин сражения у стен сталинграда самоотверженный труд советских людей в тылу войдет в историю как бессмертный подвиг народа в защите родины это да да здравствует партия ленина вдохновитель и организатор всех наших побед просто сказать гранитные ступени или что это там то точно гранит пройдусь здесь под сенью увядающие листвы осенней да ребята грустно конечно вот ей побывал в сталинграде волгограде много всякого написано на стенах на этих крепостных стенах что ни шагу назад что клянемся не посрамим нету дороги назад приказом родины и русского народа и народа идемте покажу вам эту девушку чтобы посмотрели в общем что хотел сказать здесь вот я посмотрел эти барельефы гравировки они все говорят о том что надо сплотиться превозмочь и оружие делать и использовать это оружие не посрамить оружие да в общем ресурсы были задействованы не просто регулярной армии ее бы не хватило регулярной армии задействованы ресурсы были всего народа это насколько страшная была угроза вот так вот представить надо что потребовалось погубить ну не погубить что потери были 26 это только официальная цифра 26 миллионов человек что понадобилась мобилизация всей страны и даже заводы вывозили в глубь страны чтобы все это смочь отбить в общем регулярной армии бы тут не хватило я говорю потому что угроза была огромных масштабов вот все насмотрелись угроза была огромных масштабов нечеловеческими усилиями была одержана победа меня даже в животе загудело да и когда осознаешь масштаб я говорю вот когда путешествуешь по стране видно видно сколько памятников и напоминаний о былой войне так просто так просто так не ставят памятники это действительно было серьезнейшее событие ладно хватит наверное вот еще подойду Москва Ленинград Киев 3 я еще в Москве был на красной площади там тоже есть города герои и тоже Киев присутствует вот просто вам хочу показать что на месте Киев то находится видите на своем месте никуда не делся никуда не делся мотоцикл мотоцикл на месте а это похоже из гранитных блоков что ли такими блоками составлено а потом уже отбито здесь народ солдаты венки несут и дети возлагать к монументу вот он Волгоград ну все поеду я гостить хорошим людям у в в в в в в в Продолжение следует...